Итак, полиция выяснила, что несколько преступников собрались покинуть страну на самолете. К сожалению, никто не знает, как они выглядят и сколько их на самом деле. Было задержано четверо подозрительных мужчин, и их багаж был тщательно осмотрен. Можете ли вы выяснить, кто из них невиновен? Зачем лысому человеку нужен шампунь, а якобы слепому — фонарик? Зубная паста без зубной щетки? Кажется, только человек слева не преступник. Энн пригласила своих друзей отдохнуть неделю в ее доме. Молодые люди отлично проводили время. За день до отъезда началась страшная буря, и пошел проливной дождь. Сильный ветер поломал деревья, разрушил линии электропередач. Повсюду начались перебои с электричеством. На следующее утро погода улучшилась, но Энн обнаружила, что ее любимое кольцо с бриллиантом, которое много лет назад ей оставила бабушка, пропало. Она пригласила всех своих друзей в гостиную. «Я не могу найти одну вещь, которая очень важна для меня. Не могли бы вы рассказать мне, что вы делали вчера?» Меган ответила, что большую часть дня провела в своей комнате и читала. Уолтер сказал, «Я репетировал на электрогитаре в гараже». Мари заявила, что даже не знает, как выглядит это кольцо. Энн сразу же поняла, кто из них вор. А вы сможете это понять? Электричество не было, а значит, Уолтер никак не мог играть на электрогитаре. И Энн ничего не говорила о том, что пропавшая важная вещь – это кольцо. Тогда откуда Мария это знает? Уолтер и Мари украли кольцо вместе. Менеджер ювелирного магазина вызвал полицию. «Помогите!» – кричал он. «Мой магазин ограбили!» Когда прибыли полицейские, они сначала никого не увидели. Но затем они услышали, как кто-то стучит в дверь. Сначала они не заметили эту дверь, потому что она была спрятана в углу. Открыв ее, они увидели мужчину. Это был управляющий. «Меня кто-то здесь запер!» «Наверное, это кто-то из продавцов!» Полицейские попросили мужчину позвонить своим сотрудникам. Они собирались их допросить. «Секундочку! Я не могу найти свой телефон!» «А, вот же он!» Управляющий даже не успел набрать номер, как полицейские его арестовали. Почему? Если он был заперт в комнате, а телефон лежал на столе, как же он мог позвонить в полицию? Однажды зимним вечером по улице шел детектив полиции Томас Дэвис. Внезапно он увидел человека в черной маске, вылезающего из дома через окно с двумя большими сумками. Детектив понял, что это грабитель. Он побежал за незнакомцем, но тот, свернув за угол, исчез. Томас понял, что преступник спрятался в одном из этих домов. Но вот в каком? Это не может быть дом слева. Внутри слишком много людей. И на снегу нет следов, ведущих к дому справа. А это значит, что там уже довольно давно никого нет. Так что остается лишь дом посередине. Поздно вечером Натан незаметно выскользнул из дома, чтобы встретиться со своей девушкой. Подросток считал себя чрезвычайно осторожным и тихим. Но вся его семья была в курсе его планов. Все знали, что парень вернется в полночь и решили заключить пари. Кто первым увидит Натана, когда тот начнет перелезать через забор, станет победителем. А это значит, никакой работы по дому в течение недели. Чтобы не заснуть, отец Натана включил телевизор. Дедушка-подростка устроился в гостиной, чтобы почитать книгу. Бабушка пошла на кухню готовить пиццу. А мама Натана пошла в свою комнату, села на пол и начала медитировать. Кто из них первым заметит Натана, когда придет время? Мама Натана. Ее глаза привыкнут к темноте, и она будет видеть лучше, чем другие. Семья с двумя детьми-подростками отправилась на отдых к морю. Они поселились в маленьком бунгало, почти на самом берегу. Сначала все шло замечательно. Но через два дня после их приезда пропал младший сын. Полиция нашла четверых подозреваемых. Они пригласили семью парня посмотреть на них. Может быть, они кого-нибудь узнают? Матери-подростка достаточно было одного взгляда, чтобы понять, кто стоит за исчезновением ее сына. Кто же это? На этом человеке – бейсболка пропавшего мальчика. Официант приносит заказ. Стэн выходит из-за стола, чтобы помыть руки, возвращается через две минуты. Можете заметить пять изменений? Вот они. Нина поскальзывается и падает на пол. Теперь ей нужно как можно скорее заменить сломанный фрагмент в своем теле. Стэн отводит ее в секретную лабораторию. Чтобы открыть дверь, нужно ввести трехзначный код. Он начинает искать подсказки и замечает, что они написаны на стене. Но последняя цифра стерта. Можете помочь ребятам взломать код. Цифры указывают на количество точек пересечения. Таким образом, последняя цифра – четыре. Наши герои открывают дверь и попадают в просторный коридор. На стене висит записка. Лаборатория находится за фиолетовой дверью. Можете помочь ребятам найти фиолетовую дверь. Первая дверь деревянная, но на ней есть надпись и стрелка, указывающая, что фиолетовая дверь находится справа. Вторая дверь окрашена в синие и красные цвета, поэтому она не подходит. Давайте внимательнее посмотрим на третью дверь. Под слоем желтой краски есть фиолетовый цвет. Значит, ребята должны выбрать эту дверь. Нина устраивает вечеринку у себя дома и приглашает Стэна. Она получает анонимное сообщение. Среди гостей есть оборотень. Вы можете найти этого человека? У первой дамы очень длинные ногти, а у второго парня густая борода. Но это ничего не доказывает. Давайте посмотрим на третью даму. Она пытается спрятать свои блестящие желтые волчьи глаза с замодными солнцезащитными очками. На кухне Стэн встречает трех поваров, готовящих вкусные блюда. Один из них – преступник. Сможете догадаться, кто? Третья женщина. Она добавляет в еду осколки стекла. Стэн вызывает полицию, и третьего повара арестовывают. Она признается, что один из гостей Джон подкупил ее. Он попросил ее положить стекло в тарелку Стэна. Но на вечеринке три Джона. Офицер задает им всего один вопрос. Откуда вы знаете Стэна? Первый Джон отвечает. Я – миллиардер. Я не хожу на допросы без адвоката. Второй Джон говорит. Я пришел сюда только для того, чтобы увидеть Нину, потому что она мне нравится. Я никогда раньше не видел Стэна. А третий Джон говорит. Мы со Стэном учились в одном колледже. Я не видел его много лет. Но сегодня мы случайно встретились. Кто лжет? Первый Джон. На нем поддельный свитер от Гуччи. Маловероятно, что он миллиардер. На следующий день Стэн просыпается в пыльном подвале. Жутковатый голос говорит, что Стэн может пройти через одну из этих трех дверей. За первой дверью – резервуар с крокодилами. За второй дверью – джунгли, полные диких животных. А за третьей дверью находится гигантский синий кит. Он может легко проглотить взрослого человека. Какая дверь – более или менее безопасна. Стэн должен выбрать третью дверь. Киты не могут выжить без воды. Поэтому он не представляет угрозы. Стэн возвращается в свой офис и обнаруживает, что кто-то украл из лаборатории самый дорогой костюм супергероя. Только три человека знали об этом артефакте и имели ключ. Мия, Билли и Роуз. Стэн расспрашивает всех. Мия говорит, мне вчера было плохо, поэтому я ушла домой раньше. Билли говорит, я запер офис в десять вечера и унес ключ с собой. А Роуз говорит, я провела техническое тестирование костюма во второй половине дня. А после этого я заперла его и ушла. Кто украл костюм? Мия. Под одеждой у нее костюм супергероя. Стэн предлагает Мии сделку. Если я напишу твой точный вес на листе бумаги, ты вернешь костюм. Мия соглашается и дает Стэну лист бумаги и ручку. Через минуту она возвращает костюм. Что сделал Стэн? Стэн сделал то, что обещал. Он написал на бумаге фразу «твой точный вес». Стэну необходимо найти новых инвесторов для своего агентства. Для этого он встречается с тремя людьми, и каждый из них предлагает Стэну сделку. Мэлори говорит, когда-то в детстве у меня были уникальные сверхспособности, но я не стала их развивать. Теперь я стара и богата, и хочу инвестировать в вашу лабораторию, чтобы помочь таким, как я. Черри говорит, мои родители оставили мне миллиарды долларов, я хочу инвестировать в прогрессивные проекты. И Альфред говорит, слушай, я могу помочь тебе развить твое агентство, но я хочу иметь контрольный пакет акций и сам нанимать персонал. Один из них лжец. Можете угадать, кто? Посмотрите внимательнее на руку Мэлори. Она – робот. Следовательно, ее история – ложь, потому что роботы не стареют. Вы готовы к новому детективному путешествию? Тогда пристегните ремни и поехали. Мэри гуляла по парку и заметила голодного котенка. Девушка решила поделиться с животным своим перекусом. К сожалению, между ней и котенком был ручей. Мэри села на корточки, чтобы привлечь внимание котенка и показала ему еду. Животное в мгновение ока оказалось рядом с ней. Моста через ручей не было, и все же котенок не промок. Как это возможно? Это случилось зимой, и ручей был замерзшим. В озере есть участок с кувшинками. Каждый день он увеличивается вдвое. Если для того, чтобы кувшинки покрыли все озеро, требуется 48 дней, то сколько времени потребуется, чтобы они покрыли половину озера? Каждый день размер участка с кувшинками увеличивается вдвое. Так на 47-й день его размер будет вдвое меньше, чем на 48-й. Кеннет был голоден. Он нашел хорошую закусочную и заказал бургер. После того, как официант принес ему заказ, Кеннет пошел в туалет помыть руки. Но когда он вернулся, бургер исчез. Парень оглядел закусочную и понял, кто забрал его обед. Сможете ли вы догадаться? Это молодая женщина. Собака, которая нюхает воздух. Если бы женщина просто пила кофе, что она делает сейчас? Собака не была бы так заинтересована. Посмотрите на этих двух парней. Один большой крепкий, а другой невысокий и худой. Они пьют в кафе одинаковые напитки. Тот, что пониже ростом, выпивает свой напиток залпом и уходит. Другой мужчина медленно потягивает напиток. Затем он падает на пол и его увозят в больницу. Сможете объяснить, почему это произошло, если они пили одинаковые напитки? Напитки содержали отравленные кубики льда. У человека, который медленно пил напиток, лед успел растаять и выпустить яд. А у другого нет. Один арабский шейх сказал двум своим сыновьям, что они должны отправиться на своих верблюдах в далекий город, чтобы узнать, кто из них унаследует состояние. Победит тот, чей верблюд пребудет последним. Братья решили спросить совета у одного мудреца. Выслушав его мнение, они вскочили на верблюдов и помчались к месту назначения так быстро, как только могли. Что сказал им этот мудрец? Мудрец посоветовал им поменяться верблюдами. Посмотрите на этих двух парней. Они одеты одинаково. Оба держат стакан из кофе и, в общем, кажутся вполне обычными. Но один из них – замаскированный оборотень. Который? Посмотрите на парня справа. На ободке его стакана странные следы. Их оставили его клыки. Кроме того, его зрачки немного вытянуты. А на пакете, который он держит в руках, есть отпечаток лапы. Это специальный магазин для оборотней. Возмущенный путешественник в аэропорту заявил, что содержимое его багажа исчезло. Когда я получил свой багаж, он был пуст. Я хочу, чтобы вы компенсировали то, что я потерял. Проверив данные пассажира, служба безопасности аэропорта выяснила, что он действительно покинул Лондон с тяжелым чемоданом. А теперь его чемодан был пустым и немного влажным. Вся ситуация была подозрительной. Можете ли вы выяснить, что произошло? Пассажир вылетел из Лондона с чемоданом, наполненным льдом. Во время полета лед растаял, и мужчина потребовал компенсации за потерянные вещи. Мэтью купил новый смартфон и чехол для телефона. Он заплатил 510 долларов. Гаджет стоил на 500 долларов больше, чем чехол. Сколько Мэтью заплатил за телефон? Он заплатил 505 долларов. Прошлой ночью в полнолунии в городе исчезло несколько человек. Местные жители считают, что похитителем был оборотень, и вам предлагается расследовать это дело. Есть трое подозреваемых – Джек, Левай и Люк. Но у всех у них имеется алиби. Джек гулял со своей девушкой возле реки. Левай выбирал для себя серебряное кольцо в торговом центре. А у Люка, который работает охранником в музее, была ночная смена. Кто же из них виновен? Джек гулял под полной луной и не превратился в оборотня. Левай не побоялся надеть серебряные кольца. Оборотня и потенциального похитителя зовут Люк. Помощник детектива Блэка Джош опоздал на работу. Придя на место, он рассказал своему начальнику следующую историю. Я ехал по шоссе и увидел лежащего на левой стороне дороги мужчину без сознания. Я подобрал его и отвез в ближайшую больницу. Наконец он пришел в себя. Он рассказал мне, что его вытолкнули из движущегося автомобиля, но сумка со всеми его деньгами и документами осталась внутри. Детектив Блэк улечил Джоша во лжи. Как он догадался? Если бы мужчину действительно вытолкнули из машины, он бы лежал на правой стороне дороги, а не на левой. Преступники поймали трех мужчин и заперли их в подвале с единственным окном, расположенным высоко над полом. Мужчины решили, что хотя бы один из них должен сбежать и предупредить полицию. Парни встали друг другу на плечи, но тот, кто был сверху, все равно не мог дотянуться до окна. Но потом они что-то сделали, и одному из них удалось сбежать. Можете догадаться, что они придумали? В итоге самый высокий из них забрался на самый верх. А поскольку у этого человека были и более длинные руки, ему удалось дотянуться до окна. Вы оказались в комнате без окон. Из комнаты ведут три двери. Вдруг на стене загорается большой экран. Вы читаете. За каждой из этих дверей скрывается какая-то опасность. Первая дверь ведет в палящую жаркую пустыню. Несколько шагов, и солнце сожжет вас. За второй дверью голодный аллигатор, который не ел целый год. А за третьей дверью скрывается бассейн с ледяной водой. Чтобы выбраться на свободу, вам придется его переплыть. Какую дверь выбрать, чтобы выжить? Аллигаторы действительно могут обходиться без пищи до трех лет. Значит, существо за второй дверью голодно и опасно. Ледяная вода может вызвать холодный шок у неподготовленного пловца. Вот почему вам следует выбрать первую дверь. Нужно только дождаться захода солнца и пройти через пустыню. В регионе туманных гор королевства Андолия поселился злобный дракон. Король призвал рыцаря Самуила отправиться на поиски, чтобы победить его и забрать все золото, которое он украл у людей. Итак, Самуил сел на коня и после долгого пути добрался до гор. Увидев его, дракон сказал, что если рыцарь Самуил правильно отгадает его загадки, то он вернется домой и заберет все золото. Первая из них звучала так. Мягка и хрупка моя кожа, я расту в грязи, я опасна так же, как и красиво. И если не быть со мной осторожным, я пускаю кровь. Что я? Это колючка. Ты умен, рыцарь Самуил, сказал дракон. Вот моя вторая загадка. Я шкатулка, в которой хранятся ключи без замков, но они могут отпереть твою душу. Что я? Ответ пианино. Ответ заноза. Энни забыла компьютер в комнате общежития, но ей срочно нужно было воспользоваться им для сдачи школьной работы. У ее мамы в комнате для занятий был ноутбук, но он защищен паролем. Однако Энни легко смогла узнать пароль. Как она это сделала? Внимательно осмотрите книжный шкаф в комнате. На боковых этикетках некоторых книг вместо названий стоят буквы. У этой книги буква «А», у этой «Х». Еще одна «Х» здесь, на этикетке этой книги буква «Ай», а у этой «И». Итак, пароль Энни. Профессор Гильермо был директором Академии для супергероев. Он также отвечал за проведение вступительных экзаменов. В этом году было три студента, которые успешно прошли последнюю часть экзамена. Чтобы сдать его, им всем нужно было показать профессору Гильермо свою особую силу. Сила первого студента заключалась в том, что он становился невидимым. Второй студент мог заставлять предметы летать, а третья студентка могла сгибать металл силой мысли. Однако профессор Гильермо понял, что один из них – самозванец. Кто же? Внимательно посмотрите на объект, который левитирует у второго студента. Видите маленькую кнопку включения? Это может означать только то, что он на самом деле – это какое-то техническое устройство, которое может летать само по себе. Значит, он и есть самозванец. Дилан собирался купить новую машину. Продавец показал ему три варианта. Какой из них он должен выбрать? Посмотрите на боковую дверь первого автомобиля. Краска на ней потрескалась. Неразумно брать уже поврежденный автомобиль. У третьего автомобиля трескнула левая шина. Так себе история. Значит, он должен выбрать вторую машину. У Кэтрин четыре дочери, и у каждой из дочерей есть брат. Сколько всего детей у Кэтрин? У каждой дочери есть один и тот же брат, так что у нее пять детей. Рэйчел и Эшли были лучшими подругами. Но одна из них жила в Японии, а другая в США. Рэйчел купила браслет лучшей подруги для Эшли и хотела отправить его ей по почте. Однако единственный способ убедиться, что браслет будет получен – это повесить на посылку замок. И у Рэйчел и у Эшли были замки. Но ни у одной из них не было ключей от замков друг друга. Как они могут убедиться, что браслет не будет украден? Рэйчел должна поставить замок на посылку и отправить ее Эшли. Затем Эшли должна поставить один из своих замков на посылку и отправить ее обратно Рэйчел. Рэйчел снимает свой замок и отправляет посылку обратно Эшли. Марла идет в продуктовый магазин и покупает десяток яиц. Когда она идет домой, все яйца, кроме трех, разбиваются. Сколько яиц осталось неразбитыми? Ответ скрыт в вопросе – у нее осталось три яйца. Детектива Смита вызвали для расследования дела о краже со взломом. Мистер Брук утверждал, что кто-то проник в его дом и украл дорогие часы. Когда детектив прибыл на место, он увидел, что входная дверь открыта, а в гостиную ведут грязные следы. Он также заметил грязь на лестничной площадке. Осмотрев дом, детектив Смит быстро догадался, кто был вором. Он поднялся наверх и арестовал сына мистера Брука. Почему он это сделал? Детектив заметил, что из дома не ведут следы, что говорит о том, что вор все еще находится внутри. Четверо друзей отправились на обед. Посмотрите на картинку и попробуйте угадать, кто из них самый богатый. Тот, что справа. У первого человека поддельный айфон, поэтому он не может быть самым богатым. Затем у той, что рядом с ним порванные туфли, значит, она не может позволить себе новые. У третьей подруги пустой кошелек. Видимо, она собирается попросить кого-то из друзей оплатить ее часть счета. А у четвертой несколько черных кредитных карточек. Значит, она самая богатая. Фредди отправился в замок рядом со своим домом, чтобы вернуть потерявшегося кота. Он встретил старика, который пригласил его войти. Но как только он вошел внутрь, старик превратился в злого волшебника, который запер Фредди в замке. Затем злой волшебник сказал, Если ты выполнишь три моих задания, я отпущу тебя домой, иначе ты застрянешь здесь навсегда. Вот первое задание. Помоги мне найти мои очки среди всех этих овощей. Сможете помочь, Фредди? Вот они, прямо рядом с тыквой. В следующем задании Фредди должен приготовить зелье. Причем ингредиенты нужно добавить в правильном порядке. Волшебник дал Фредди лист бумаги с написанным на нем рецептом. Сможете помочь Фредди приготовить зелье? Нужно ориентироваться на цвет котлов. Сначала нужно добавить карри, чтобы зелье стало желтым. Затем нужно добавить немного черники, и зелье станет зеленым. И, наконец, добавить немного помидоров, чтобы зелье стало коричневым. Молодец, Фредди! Третья задача Фредди. Найти книгу в комнате. Сможете это сделать? Она вон там, за торшером. Поздравляю! Вы только что помогли освободить Фредди. Атлас очнулся на чердаке заброшенного дома. Он попытался найти выход, но все, что ему удалось обнаружить, это комнату с тремя дверями. За каждой дверью Атласа ждала опасность. Окна и пол за первой дверью были полностью сделаны из увеличительного стекла, поэтому солнечный свет мог обжечь его, если бы он вошел. За второй дверью скрывалась комната, наполненная ядовитым газом. А за третьей дверью находился голодный лев. Что должен сделать Атлас, чтобы спастись? Он должен дождаться ночи и воспользоваться первой дверью. Сидни рассказала маме, что ее гимнастическая команда поедет на выходные в спортивный лагерь. Она попросила маму помочь ей собрать сумку для поездки. Мама собрала все, что, по ее мнению, могло понадобиться дочери. Когда Сидни вернулась, она рассказывала маме о поездке. Но где-то во время разговора она спросила маму, почему та не положила зубную щетку. Мать сразу же поняла, что Сидни лжет, рассказывая о том, где она была на самом деле в те выходные. Как? Мама Сидни действительно упаковала зубную щетку. Но она положила ее под гимнастическую одежду Сидни. Если бы Сидни действительно поехала в этот лагерь, она бы воспользовалась этой одеждой и нашла зубную щетку. Кимберли обнаружила на старом чердаке три сумки и записку. В записке говорилось, что в одной из сумок находится миллион долларов. В записке также говорилось, что две другие сумки пустые. У нее был только один шанс выяснить, в какой из сумок находятся деньги. Ким знала, что только одно из сообщений, написанных на сумках, соответствует действительности. На первой сумке было написано «Денег здесь нет». На второй сумке было написано «Денег здесь нет». На последней сумке было написано «Деньги во второй сумке». Если бы вы были Кимберли, какую сумку вы бы выбрали? Вы должны выбрать первую сумку. Если хотя бы одна из подсказок верна, то деньги находятся в первой сумке. Бека только что вернулась из двухнедельной поездки в Египет. Во время поездки она купила красивый изумруд и хотела показать его своим друзьям. Она решила устроить вечеринку только для самых близких. На следующий день она заметила, что изумруд исчез. Бека сразу же решила вызвать детектива, чтобы он помог ей найти вора. Она показала ему несколько фотографий, сделанных накануне вечером. Детектив взглянул на них и сразу догадался, кто это сделал. Взгляните на эти фотографии. Как детектив нашел преступника? Посмотрите на девушку в шляпе. В час ночи ее шляпа плоская. Но в два часа ночи она вдруг стала заостренной, странной имитируя форму изумруда. Наверное, это она. Дождливым вечером Дилан возвращается домой на машине. Он проезжает мимо автобусной остановки, где три человека просят их подвезти. У Дилана есть только одно место в машине. Но он очень хочет помочь всем этим людям. Среди них есть старушка, которая выглядит очень замерзшей. Есть доктор, который утверждает, что ему нужно срочно попасть в больницу. И девушка, в которую Дилан влюблен. Как Дилан может помочь всем? Дилан может одолжить свою машину доктору, чтобы тот мог отвезти старушку домой. Тогда он останется на автобусной остановке с девушкой, в которую влюблен, пока доктор не вернется и не отдаст ему машину. Однажды днем Николь застала своего отца Фрэнка в гостиной, обеспокоенного полученным анонимным сообщением. Фрэнк работал частным детективом и только что получил сообщение, в котором сообщался адрес самого опасного преступника города – Грязного Джека. Он решил проверить этот район, хотя и не знал, как выглядит преступник. Адрес оказался старым складом. И ворвавшись внутрь, Фрэнк обнаружил четырех человек, сидящих за столом и играющих в покер. Готовы разгадывать загадки? Аманда очень любила кошек. Однажды она пришла в гости к коллеге и познакомилась с ее прекрасной персидской кошкой. Аманда спросила свою коллегу, сколько лет кошке. Но через два года Луна будет вдвое старше, чем пять лет назад. Аманда кивнула и продолжила гладить кошку. А вы поняли, сколько ей лет? Луне 12 лет. Солидная кошка. Посмотрите на этих трех друзей. Похоже, они попали в ловушку. Они висят в воздухе вниз головой со связанными ногами. На земле под головой блондинки несколько ядовитых змей. Под головой девушки с рыжими волосами горит огонь. А на земле под парнем ползают скорпионы. Как ребята могут спастись? Видите черную тучу с молнией? Сейчас начнется дождь. Вода потушит огонь под девушкой с рыжими волосами. И посмотрите, у девушки за поясом нож. Она может перерезать веревку, связывающую ее ноги. А когда она окажется на земле, она сможет помочь своим друзьям. Хана бежала марафон. Перед самым финишем она обогнала человека, который бежал вторым. Девушка была счастлива. Она собиралась победить. Но через несколько секунд она очень расстроилась. Почему? Ханна финишировала второй. Она обогнала второго человека, а не первого. Оливия — секретный агент на задании. Ей нужно попасть в комнату с древними артефактами. Но чтобы войти, ей нужно выбрать одну из двух дверей. Перед ними стоят два охранника. Оливия знает, что один охранник всегда лжет, а другой всегда говорит правду. За одной дверью ждут артефакты, а другая скрывает страшную опасность. Секретный агент может задать обоим охранникам один вопрос, чтобы понять, в какую дверь ей нужно войти. Каким должен быть вопрос? Оливия должна спросить. Если бы я спросил у другого охранника, какую дверь безопасно открывать, что бы он ответил? Оба охранника укажут на дверь, за которой скрывается опасность. Лживый охранник, потому что он всегда лжет. А охранник, который говорит правду, потому что именно это сказал бы Оливий лживый охранник. Значит, женщине нужно просто открыть другую дверь. Лайза работала ассистентом преподавателя в колледже. Однажды ей пришлось присматривать за группой студентов, которые сдавали письменный экзамен. Лайза знала, что некоторые из них собираются списывать. И действительно, вскоре после начала экзамена девушка заметила одного человека, который списывал. Кто это? Это парень в задней части класса. У него ответы написаны на линейке. Можете ли вы определить, какие из этих двух часов настоящие, а какие просто игрушка? Часы слева — это игрушка. Посмотрите на минутную стрелку. Она слишком длинная и не сможет пройти весь путь по циферблату. В деревне жили четыре человека, которых подозревали в том, что они оборотни. Однажды ночью жители деревни провели собрание, чтобы выяснить, кто же чудовище. Вот как выглядят подозреваемые. У этого человека длинные острые ногти, и он известен тем, что может очень быстро бегать. У этого человека длинные острые зубы, и он известен тем, что может видеть в темноте. У этого человека дикие неухоженные волосы, и он известен тем, что может высоко прыгать. У этого человека глубокий рычащий голос, и он известен тем, что может чувствовать запахи на расстоянии. Можете сказать, кто из них оборотень? Подозреваемый Б. Оборотень Длинные острые зубы и способность видеть в темноте Типичные характеристики оборотней в мифологии и фольклоре Хотя у других подозреваемых тоже есть характерные черты Это не значит, что они оборотни Посмотрите на эту странную свадьбу Как вы думаете, почему люди, которые собираются пожениться Носят черные балаклавы? Смотрите, на стенах висят камеры Жених и невеста, наверное, скрывают свои личности Трое друзей отправились на прогулку в лес Люди говорили, что там живет волшебник и отнюдь недружелюбный Но наши ребята не поверили этим слухам Ведь все знают, что волшебства не существует Вдруг дорогу им преградила огненная стена Посмотрите, какие вещи есть у друзей И попробуйте понять, чем они могут потушить огонь Они могут использовать ведро, чтобы принести воды из лужи Но этого будет недостаточно, чтобы потушить такое большое пламя Шланг бесполезен Его не к чему прикрепить Друзья должны выбрать эту лопату и потушить огонь землей Вы находитесь в лесу Внезапно начинается дождь Вы замечаете пещеру и прячетесь в ней Но как только вы заходите внутрь Вход за вами закрывается Перед вами три тоннеля И один из них ведет к свободе Но первый тоннель полон крокодилов, которые не ели уже два года Во втором тоннеле сидит голодный лев, который не ел две недели А третий тоннель ведет в невероятно жаркую пустыню Какой тоннель вам выбрать? Вам следует дождаться ночного похолодания в пустыне и пройти по третьему тоннелю Что касается крокодилов, то эти животные действительно могут жить без пищи до двух лет Львы также могут прожить без еды две недели Но прежде чем вы успеваете покинуть пещеру, вы слышите оглушительный шум Это обвал Тоннели заблокированы, но теперь вы видите три других прохода Огнедышащий Подождите, это дракон? Охраняет первый проход Второй заполнен сотнями растущих там ядовитых кактусов Их шипы покрыты чрезвычайно ядовитым веществом А в третьем тоннеле можно увидеть красные глаза очень голодных волков Какой из тоннелей приведет вас на свободу? Вы должны выбрать тоннель с кактусами По крайней мере они не могут двигаться И если вы будете осторожны, то сможете обойти кактусы, не задев их шипы Один человек сказал своему начальнику Не вылетайте сегодня за планированным рейсом Прошлой ночью мне приснилось, что если вы это сделаете, все может закончиться плохо Ваш самолет разобьется Босс уволил этого человека Можете сказать почему? Этот человек был ночным сторожем Он должен был дежурить ночью, а не смотреть сны Один человек совершил кругосветное путешествие на корабле И все это время он видел Землю Как это возможно? Человек находился в космическом корабле, вращающемся вокруг Земли Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok